Приветствую, друзья! На библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Если чревоугодие — это грех, то почему многие священнослужители за животами? Ну, не факт, что живот — не следствие какой-нибудь болезни, и это не всегда следствие обжорства. Потому не будем судить опрометчиво, нередко и сахарный диабет, и некоторые другие заболевания внутренних органов приводят к ожирению, и это сопровождающее жизнь большое мучение, при том, что человек может вовсе и не переедать, не страдать каким-то нераскаянным и постоянным грехом или страстью чревоугодия. Есть ли что-то в питании священников регулярно нездоровое? Думаю, есть. Может быть, это мой частный взгляд на дело, но в связи с особенностями своего служения, которые, как правило, совершаются утром, священники, большинство, мне кажется, вынуждены трапезничать довольно рано по завершении службы. Даже по афонскому расписанию сразу после закончания божественной литургии братья заходят в трапезную, и им предлагается трапеза. Иногда это даже целый обед, а в связи с византийским временем, по которому живет святая гора Афон, иногда это бывает рано утром, окончание уже божественной литургии, сопровождаемое приглашением на трапезу. А мне кажется, это не очень здоровый режим. Гораздо удобнее кушать позже, и в некоторых монастырях, например, в Псково-Печерской обители. Насколько мне известно, первая трапеза совершается в час дня. Это гораздо удобнее для братьев, может быть, с исключением больших праздников, и для как раз правильного функционирования пищеварительной системы. Но часто бывает так, что священник, уже покидая храм, вынужден подкрепиться и дальше, отправляясь на свои дела служения, в которых не всегда будет время перекусить, таким образом с утра уже возят с собой переполненные или наполненные чрева к вечеру. Опять возвращается голод, а вкушать вечером также совсем не относятся к здоровому образу жизни. Может быть, это одной из причин, не говорю о конкретно только священническом, но и общечеловеческом располнении, которое является предметом вашего вопроса. Но, повторюсь, все-таки крупность священников вовсе не является какой-то доминирующей или не сопоставимой с людьми других профессий. Опасаюсь, что в вашем вопросе есть некоторые пристрастия и некоторое недружелюбие в отношении священнического сословия. Какое-нибудь чаепитие в мытищах или картина, фотография какая-нибудь карикатурная, пытающаяся выставить православного священника в смешном и нелепом, тяжеловесном виде. Это вовсе не подлинное отражение того состояния, в котором пребывают большинство наших священников. Когда посещаешь, например, епархиальное собрание нашей епархии, то более любуешься, конечно, стройными, аскетичными фигурами священников, которые в своих стройных подрясниках, которые еще более стройнят, доставляют подлинную радость взирающим на них, поскольку в их стройности, в их статности как раз отражается и то высота священнического служения, которая измеряется только небесными масштабами и предназначена к спасению людей. Продолжение следует...